приветствую всех фанатов волейбола сегодня мы в очередной раз погрузимся в атмосферу домашних матчей железнодорожников и отправимся на локомотив арену чтобы подробно разобрать встречу подопечных пламена константинова с динамо урал в этом видео вы узнаете как прошло возвращение сергея савина на по сути родной трофлекс почему вадим ожиганов отжимался во время матча а также как обстоят дела с флеш интервью у алексея чанчикова хочу напомнить что билеты на все ноябрьские домашние матчи локомотива уже в продаже скорее переходите по ссылке в описании покупайте и приходите поддержать любимую команду обещаю эмоции которые вы получите на арене будут незабываемыми а я уж точно знаю о чем говорю что-то затянул я со вступлением про подписки на все мои соцсети лайк и комментарий для продвижения видео я думаю и напоминать не стоит наливайте чаек или кофеек приятного аппетита и приятного просмотра матч проходил в среду поэтому пресс-служба лока все-таки взяла выходной и привязывать встречу к какому-то празднику не стало хотя в принципе выбор был на ваших экранах список всех торжеств которые проходили в этот день напишите в комментариях стилистике какого из этих событий можно было бы провести матч дэй и какие активности вы бы могли предложить для болельщиков с удовольствием почитаю переходим к стартовым составом команд борис колчин не имея большой ротации выпустил свою основную шестерку оставив сергея савина в западе пламен константинов же выставил тех кто уничтожал питерский зенит при этом юан делял остался в запасе видимо берегут его для ответного матча в 1 4 финала кубка россии который пройдет уже в эту субботу вот кого точно не берегут так это марка ивовича серп проводит потрясающий сезон но есть небольшие опасения что надолго в таком ритме доигровщика не хватит но это уже тренерскому составу решать они нам диванным аналитикам начало первого сета локомотив провалил совершенно не убедительно смотрелся раджап не реализовавший ни одну из своих трех попыток в атаке а урал же уверенно наказывал своего соперника в контратаках эйскер смановича вынудил пламя на константинова брать паузу ведь новосибирцы словно забыли выйти на площадку минус 4 в самом начале встречи стоит отдать должное тренер хозяев нашел нужные слова и на подачах того же раджапа счет на табло моментально сравнялся классная серия вводов мяча в игру включившая в себя эйс и вот такой красивейший эпизод хотя стойте я явно поторопился таким образом назвать предыдущий розыгрыш вот же она эстетика современного волейбола потрясающая самоотверженная терпеливая защита от гостей которая закончилась реализованной доигровкой от кирилла урсова а ведь локомотив имел все шансы повести с брейком в этом сете браво алексей чанчиков браво урал и в игре начались качели команды поочередно набирали очки на своей подаче но оформить солидное преимущество не удавалось ни тому ни другому коллективу периодически волейболисты радовали болельщиков превосходными эпизодами за которые хотелось аплодировать стоя у локомотива как и в прошлом матче сильно проседала вторая зона что уж там говорить первую свою атаку рожеб дебир шахбан мерзаев реализовал только при счете 14 15 хотя попыток у него было хоть отбавляй составе гостей же диагональный наоборот солировал роман потолюк по итогам первого сета настрелял 9 очков показав 64 процента результативности в атаке новосибирцы же свои атакующие действия провалили 38 процентов при одной ошибке и четырех попадания в блок это космически мало для того чтобы обыгрывать такую крепкую как динамо урал команду концовку первого игрового отрезка можно назвать именем романа потолюка заработав важнейшее брейковое очко на своей подаче диагональный был главной опорой для андрея ушкова на съеме что позволило связующему в решающий момент на сетболе отдать передачу в длинную сторону на андрея сурмачевского который этот сет и завершил 23 25 будем честны и равной концовки в этой партии могло и не быть держаться на плаву новосибирцам позволяли собственные ошибки гостей их насобиралась аж 11 против 6 хозяйских ну и майку лидера в атаке забрать было некому и вовичу кобзри доверил всего три передачи две из которых марка реализовал а вот амар курбанов реджап надежды связующего не оправдали 25 и 23 процента при 8 и 9 попытках соответственно урал же был хорош в защите а самое главное хозяевам удавалось надежно реализовывать контратаки что приносило брейковые очки гости выглядели ярко а их обувь лишь подчеркивала индивидуальность каждого если вы тоже хотите подобрать себе пару которая выделит вас на площадке то рекомендую обратиться к моим партнером интернет-магазину кроссовер используя мой промокод фанволей 24 вы получите скидку 2000 рублей носки нба салфетки и дезодорант для обуви также любую пару которой нет на сайте парни доставят вам в течение недели благодаря сервису авиадоставки по-моему предложение уникальное и грех им не воспользоваться чтобы порадовать себя и удивить близких все ссылки я оставил в описании переходите оформляйте покупки и не забывайте использовать промокод совершенно по-другому стартовал сет под номером 2 во-первых я попробовал сменить ракурс съемки а во-вторых локомотив с первых же розыгрышей захватил инициативу после неплохой концовки начал раскачиваться раджа преализовавший пару доигровочных мечей два подряд эйса дмитрия лызика позволили новосибирцам сделать преимущество достаточно комфортным чтобы без особых проблем довести сет до победы из интересного на площадке появился сергей савин порадовав свою бывшую команду и публику на трибунах вот такой подачей сможете повторить также дмитрий лызик после успешного блока подозрительно отправился в сторону скамейки запасных указывая пальцем на кого-то из квадрата оказывается его целью был вадим ажиганов который улыбаясь принял упор лежа и начал отжиматься спор мотивация давайте выясним у связующего локомотива ну мотивировал лызика на блок супер блок за это отжимался ну то есть димана это мотивирует но попробовали попробовали помогает работает точку же в сети поставил раджа по удачной атакой на двойном блоке 2520 новосибирцы классно добавили в атаке несмотря на поразительно низкие цифры в приеме всего 24 процента игорю к обзору удалось выдать 50 процентов командной реализации что являлось большим прогрессом по сравнению с первым сетом у динамо урал же провалился кирилл урсов вместо которого вышел сергей савин пропал с радаров роман потолюк набравший всего три очка за сет в общем лока сделал правильные выводы из первого сета и встал на рельсы ведущие к победе идем дальше третий игровой отрезок и вновь смена ракурса мне кажется я вас балую кому не заходит не переживайте это ненадолго старт прошел в равной борьбе обе команды не хотели упускать инициативу и боролись за каждый мяч чуть лучше это получалось у хозяев которые нашли ключики к роману потолюку раз за разом то закрывает то смягчая атаки диагонального на стороне урала как юла крутился алексей чанчиков несмотря на то что новосибирцы шли с отрывом либера уфимцев боролся до конца в каждом эпизоде демонстрируя вот такие шикарные спасения и как же ему было обидно когда после таких пируэтов нападающие не могли забить в рабочих ситуациях а давайте прямо сейчас узнаем что чувствует либера в такие моменты когда такие ничи происходят наоборот я хочу чтобы нападающий рисковал одну не кири рисковал не получилось ничего страшного меня больше обидно когда в таких ситуациях отжимаются скидка какая-то какая неуверенно короче наоборот надо вот как-то справиться скал потому что особенно если это да и громко россыпь ошибок гостей и уверенная игра локомотива это сочетание которое не оставляет никакой интриги 25 14 совершенно непонятно за счет чего уралу возвращаться в эту игру четвертый сайт словно продолжил все что было в предыдущем новосибирцы уверенно двигались к победе и вы ведь и куркаев забивали в атаке лызик вынуждал отжиматься ажиганова после очередного монстр блока все развивалось буднично и к счету 15 9 наверное ни у кого не возникало сомнений что встреча завершится в этом игровом отрезке но они все так просто не торопитесь включать обзор режим киборга убийцы включил роман потолюк первый рывок уфимцы сделали на подачах сергея савина сократив отрыв до 2 очков а вскоре счет на табло и вовсе стал равным урал выдал отрезок 82 в свою пользу рановато расслабились хозяева площадки за что опытные мастера уфимской команды не раздумывая наказали в равной концовке блистали сурмачевский и потолюк а новосибирцам не помогла даже смена диагонального 23 25 совершенно неожиданно для всех динамо урал переводит этот матч на тайбрейк на эмоциональном подъеме гости ворвались в пятый сет и до середины партии имели трех очковое преимущество которое старательно удерживали у локомотива уже после первых трех розыгрышей произошла замена связующего на площадке появился вадим ожиганов который классно вошел в этот тяжелейший матч раз за разом удивляя блокирующих соперника новосибирцы врубили ультразвуковую скорость и буквально в миг догнали гостей лишь роман потолюк держался до последнего всеми силами цепляясь за эту концовку но андрей ушков переборщил с его нагрузкой как бы нападающий не был хорош рано или поздно либо с блоком встретиться либо сам ошибется это произошло в самый нужный для хозяев момент позволив локомотиву заработать решающее брейковое преимущество точку в этом затяжном матче поставил марка и вович скоростной атакой из четвертой зоны 15 13 32 локомотив забрал важную в первую очередь в психологическом плане перед ответным матчем кубка победу слушаем главного тренера железнодорожников давайте я доволен от игры ребятам сказал перед игрой что нам на пользу пойдет такой противник как урал потому что очень стойностно игра знали что будет сложная игра и нам такие игры нужны сейчас потому что впереди сложные игры по очереди и если бы был противник который не настраивается или легко выиграть наверно польза от этого больше пользы есть вот такие переломить какой-то момент опустить свое преимущество как мы сделали тогда психология переходит в другую сторону и там проявить характер переломить еще раз вот это то что мне сегодня канала самым результативным игроком встречи стал роман потолюк набравший 27 очков у хозяев стоит отметить дмитрия лызика в завершении скажу что новосибирцам пора перестать надеяться на ошибки соперника и строить свою игру очень надеюсь что в субботу в кубке россии подопечные пламена константинова смогут показать свой настоящий уровень как обычно скажу спасибо руководству и пресс-службе локомотива за предоставленную возможность а вам за невероятный фидбэк под этим форматом не забывайте покупать билеты на следующие матчи новосибирской команды на всех ноябрьских играх буду присутствовать лично также в ближайшее время я расскажу вам какой конкурс мы подготовили совместно с локомотивом очень внимательно следите за моим телеграммом и группой в к ну а с вами был григорий никифоров такой же как и вы фанат волейбола до скорой встречи